итак ребят еду я на коп и как видите поля со снегом ушли в лесу у нас а вот так вот и такое бывает ладно в общем снег у нас сошел ребята самара копать уже смело может но будьте аккуратны дороги жиденькие слабенькие в занос пойдешь и уйдешь вот так что за рулем будьте аккуратны сейчас вот несколько косуль я заснял были вот но здесь очень много живности свежие следы находятся на дороге надеюсь сейчас кем-нибудь на копе повстречаюсь так что ладно ладно едем дальше итак ребята всем привет мы вышли на коп за спиной все растаяло я приехал на одну свою старую любимую деревню которую мы бьем уже в течение я не знаю нескольких лет причем не я один а большой компании сегодня к сожалению виталий не смог дмитрий тоже евгений может быть может быть подтянется я приехал сюда один посмотрел я за проделанные работы прошлые годы в общем здесь шурф на шурфе искать очень тяжело щуп я с собой не взял к сожалению так что я сегодня обычным методом методом пробных скопков буду делать и искать достойную засыпку найду достойную засыпку тогда начну уже снимать первый штык лопаты для новичков хочу сказать я сегодня решил именно открыть сезон шурфологии из-за того что по прошлому видео вы наверное видели то что большое обилие клещей я не хочу ходить по траве ходить под деревьями по кустам потому что не дай бог не дай бог по статистике каждый второй не 22 из 1000 умирает именно от клещей энцефалитных не дай бог я попаду в эту двойку вот и сегодня просто найду местечко забурилась и буду потихонечку шурфить если вы меня видите значит что то у нас конечно же будет обязательно будет потому что шурфологии это такая наука где нужно подходить с нормальным подходом с научным да с научным ребята этому делу надо учиться некоторые шурфы я уже пробежал посмотрел копаны безобразно копнули там копнулись я в общем приходит ведь дымовую яму и на нее бросаются нет ребята здесь подход нужно совсем другой определить как проходит улица это первый ориентир значит вход должен быть слева справа или с тыла нет да с фронта с фронта тыловая часть можно и не трогать первые копки там не делать потому что это нужно для того чтобы определить где был вход где был вход значит там большое обилие потеряшек если найдете холм это значит была печь около печи тоже большое обилие вот и в целом нужно не просто нырять в яму а нужно сначала по большому периметру все это начинает шурфить для чего это делается потому что там нужно было всего делать несколько сантиметров то есть есть 15 максимум потом идет обычный материк чем глубже в яму тем больше будет у вас засыпка самое главное чтобы она присутствовала это засыпка и сопутка засыпка это знаете мягкий плодородный слой культурный слой и в этом слое должны быть сопутствующие жизнедеятельности людей это керамика стекло кирпич предметы быта там расчески сапоги кожаные кожаные это вообще хорошо кости животных в общем вот такая должна быть засыпка на шурфах если это все есть значит и монеты и ценные находки будут сейчас по традиции я попью чаек задобрю деда чтобы он нас сегодня немножко подкормил вот и начну искать достойное место если что-то первая находка будет я вам обязательно включусь при первом же случае так что смотрим будет интересно итак ребят небольшой ветер так что извините если будет иногда шум ветра в общем видите большое количество дымовых ям вот яма вот 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 вон кругом кругом и нам нужно именно выбрать ту самую где будут находки я вот пришел именно вот на это вот вот яма дымовая небольшой холм здесь тоже небольшой холм вот центральная улица проходила это означает что первая дымовая яма должна быть по идее именно дома но эта деревня интересна тем что перед домами были вот такие вот сооружения это знаете похоже на землянки то есть глубокие были ямы и под горизонт была крыша это мне поведали старые жители вот шурфы разработаны вот там 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 это наши старые шурфы и дома стояли на одном уровне это практически везде во всех деревнях и вот поэтому вот уровню я выбрал себе вот это место для копа интересно тем что здесь перекресток был улиц улица проходила так и туда дальше там шурфили здесь не шурфили делали пробные копки вижу что по пробным капкам здесь запутка кирпич красный затем осколки кровли камни в общем сделал копок здесь сигнал не помню что-то было железо четко какой-то и следующий копок и выпало вот смотрите большой круглая крупная и это у нас медалька но эта медаль ничего особенного это у нас медаль сталин в победе на фашистму 41 45 год сейчас я немножко оплосну и вам покажу ее во всей красе я принес даже сюда штатив потому что я думаю что я здесь задержусь копая сегодня со своим любимым приборчиком аськи 250 она у меня работает всегда на шурфах вот так что сейчас ветер и ребята жуткие сегодня я с водичкой вот и водичкой сейчас немножко ой а штатив сносит ты что ты ветер сильный вот и вот такая вот медаль получается дело наше правое мы победили вот такая медалька классно классно первый сигнал это первая награда в этом году нормальный задел нормально я считаю надеюсь награды в этом году еще нас порадует так что продолжаем перед тем как ребят шурфить я всегда прозваниваю верховые сигналы и очередная верховая находка и и это у нас вот такой нательный крестик это не алюминий что-то тяжеленько наверно каком-то оловянный вот такой вот не очень-то старенький древненький но советская эпоха пойдет нормальная находка причем верховые очень большие ямки здесь кругом кругом копано и среди копанных ямок я нахожу верховые вот чем хорошо копать по весне то что проводимость металла куда лучше влага ребят наткнулся на такой тип фундаментов которые очень противны тем что он глубокий глубоко приходится копать вот я систематически отхожу от него верховые сигналы пособирать здесь вот был сигнал вот на монета так это 20 копеек тридцать третьего года щитовик классный классный и сохранщик неплохой 1 монет сегодня тяжело на конечно далась очень тяжело а тип фундамента плохо тем что приходится очень глубоко копать так таковой засыпки нету и это мне не устраивает я люблю когда засыпка здесь наверное эпицентра был печи потому что красный кирпич беленый вот и много горелой древесины угля а засыпки таковой нету мне нравится когда похоже засыпка вот на такую идет вот такая вот а здесь прям гольный кирпич и сигналов нету горшочки черные иногда попадаются это хорошо так что пока не особо очередной верховой вот здесь вот у меня было 20 копеек четвячок и вот здесь вот вот в камушке звенит именно тоже так же так как бы это все дело кого выпало и это у нас что это тоже 20 копеек сорок третий год черт возьми но почему не 42 20 копеек 43 года болен хочу двадцатку или червонец 42 хочу пока такие монеты ну ничего нормально пойдет и так ребята я продолжаю ходить по старым фундаментом и выискивать где чего как зачем вот здесь у нас фундамент такой очень глубоко разработаны со всех сторон углы начинали вот кирпича много и вот здесь вот сигнальчик был верховой аська зацепила и выпала монета монеты сейчас посмотрим что это за монета вроде бел желтая до желтая и скорее всего это трешка так герб старый до герб старый и год пятерочка проглядывается значит 35 год 3 копейки 35 неплохо сейчас же не звонил он поехал по другой дороге говорит не ты случайно здесь проезжал на ниве вот я говорю нет я ехал по другой дороге и вон там он у нас стоит машинка вот она вот машинка и там два камрада копает вот но они копают где-то в той стороне а там металлолом значит по черме то не копает больше здесь нечего копать в этой области монеты а в той стороне был тракторный стан фермы и там металлолом да ясненько обидно что женька не доехал ладно один буду тогда продолжает верховой сигнал на этот раз копеечка и копейка были лент 68 года это как раз последние года существования этой деревни именно последние года последние жители здесь пару человек в эти года были здесь один дед был он был единственный здесь оставшийся дед у него спрашивали переезжай вот а смысл доживу здесь и вот один дед старик доживал в этой деревушке до самого конца и захоронили его вон на том кладбище ребята камрадов тут прям наплыв вон еще одни камрады я с ним сейчас пообщался поздоровался приятно то что они меня узнали пообщались я им посоветовал где пособирать металлолом все собирают металлолом ребят абсолютно все вот а я как один дурак хожу по монетам все хотят заработать ладно я им подсказал что у здесь вот металл был там дальше металл был видеосюжеты конечно есть кто интересуется посмотрите в плейлисе металлокоп вот там тоже я по несколько тонн вывозил так что ладно поедем в старую часть деревни вон в ту область на улице ветер и я решил вот заснять в машине посмотрю может найду старый шурф или старый фундамент и так ребята как говорится опыт не пропьешь если я вот говорил что здесь дома здесь вот домовой ямы никакой нет но по расстоянию я так определил что вот фундамент вы здесь должен быть фундамент вон там от камрад познакомился я легенда грубо говоря легенда этой деревне это он здесь не по-детски шурфит все дымовые яму взорвал это это именно он в общем зашурфился я сделал вот такую ямку небольшое никаких сигналов нет ничего не было просто решил видите дымовой ямы нет и выпал кругляшок а вот такой вот что за монета сказать не могу но такая знаете толстенькая вот так сейчас я ее чуть проглядывается а это николай николай 1 наверное копеечка серебром сейчас я уплосну и вам во всей красе покажу а красоты ребята ребята и нет проглядывается кое-как надпись кое-как надеюсь это просто налет такой и она отмочится и здесь вензель николая да красоты не получилось но все же николай 1 и наверное все таки надо и здесь копать будет царей пособирать там-то советики были а здесь вот цари зачетно продолжаем надеюсь будет зачетное место ямка у меня удвоилась и находки с этой ямки тоже удвоились а вот такой крестик нательный мужской 18 век мужской нательный обычный на обратной стороне имеется молитва честному кресту он считается мужской нательный есть еще женский виде лепесточка а это обычный зачетная находка и хорошего бодрого внешнего вида забираем сегодня ребят просто наплыв не в одни не вы там две нивы вот еще одна него тоже камрад ездил в ту деревню поднял там всего одну советскую монетку копеечку и там еще джип в общем на этой деревне сколько пять машин офигеть и женька не доехал 6 дурдом полный ломку все снимает снега сошли и все давай 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 до камрадов нынче очень и очень много ладно мы продолжаем чаепитие дело небольшое отдохнули и сейчас снова за шур ну ребят слава богу а то я прям что-то в течение получаса копаю копаю и нифига ничего нет и вот смотрите выпала монетка так горелый что ли ешь ты какая-то на это у нас царица царица болей и копейки александровский сейчас я их помочу и посмотрим бодрая на или нет класс в общем помочил результат практически никакого только номинал нормально видно а вот год и орла практически не разглядеть вот так что вот такая вот монетка вторая с этого шурфа и тоже убитая ну ладно все же от царская медь может почиститься ребята очередная монетка и монетка это у нас болен это нас советская монета я думал что это монет фундамент чисто царский потому что засыпки нету древесина сгнила и эта монета 40 какого-то года 43 вторая монета за сегодня 43 год ну ладно монетка все-таки приятно когда за труды за старания земляной дед подкидывает вот такие кругляшки зачетно два сигнала на выброшенном грунте это у нас конинка но я снимать стал вот из-за этого эта монета так судя по толщине это наверное какая-то советская но черная может быть какой-нибудь царь типа александра второго не знаю если что-то интересно я сейчас ее потру вне эфира я вам покажу вот такая монетка пока внешний вид как алика да ребят я был прав это у нас александровская как я говорил александр второй но я его потер и проглядывается вензеля николая николая 1 копеечка вот ну фотография приложу и вы увидите потому что сейчас буковка n только проглядывается не знаю видно вам нет вот вот на буковка n вот она это у нас николай копеечка пойдет классно так ребят находка так где она замаскировалась вот на смотрите как она спряталась рядом железом был и вот крестик обычный мужской нательный рядом железом лежал сигнал был отвратительный даже вот на обратной стороне ржавчина приклеилась вот такой второй крест сегодня с этого фундамента нормально нормально древние находки всегда радует и так говорят помимо всего вот такой вот керамики здесь есть я чуть попозже вам покажу керамика я такую вообще впервые вижу вот находка монета и что за монета о на этот царик николаевский образец царская монета орел проглядывается копеечка наверно на рост на не до копейки вот год не скажу так что зачетно классная находка царики люблю царики шуфах и так ребята кажется здесь жил белогвардеец смотрите что я нашел это у нас кокарда до гвардейская вот но она заплющена полностью наверное под наковальни побывал но это у нас точно говорю это белогвардейская кокарда офигеть ничего себе находка и находка достаточно не часто это у нас ключик от замочка от замочки которые у нас идут там братья чили кахарев вот вот такой вот ключик не часто можно найти такой вот экспонат прикольно забираем итак ребят чем хорош шуф что можно найти вот такие вот вещи это у нас мир микс турная бутылочка именно времен царского революции вот и помимо всего здесь я вот латунь достал вот еще вот такой это плавыш латуни желтые надеюсь не золото и вот и впервые я вообще на своей практике вижу вот такие вот горшочки с глазурью цветные есть темные черные коричневые с глазурью вот но вот чтобы окрашены были вот так вот красиво в первый раз красота вот с такого горшочка щи когда-то кто-то хлебал но это было очень очень давно сто лет назад продолжаем итак ребята вот и красота я сегодня о этой красоте уже говорил и вот он жалко он обломанный это женский крестик лепесток маленького размера с другой стороны должен быть до молитва честному кресту зачетно классно радостно сигналил так что классно жаль что поломный но забираем не оставлять же здесь его печально ребята солнышко уже подходит горизонту скоро собираться вот у меня монета и монета царская одна копейка николаевский образец и скорее всего это николай последний о даже год можно взглядеть по моему до годик 1903 и сохранщик вроде будет неплохой вот такая монетка блин причем тут монеты всего на штык лопаты вот именно вот в этом эпицентре вот на штык лопаты глубже хорошая в принципе засыпка для старого фундамента но глубже монет нету я уже начал немного присыпать свой фундамент чистой засыпкой вот может быть следующий раз приеду буду углубляться вот так что нормально пойдет еще время есть сейчас капнем еще немного и так ребят наверно буду заканчивать вот таким вот сюжетом вот такие вот ножи на каждом шурфе иногда бывает по несколько штук и это в свое время наши бабки прабабки полы скоблили такими ножами вот так что и обувку тоже можно поскоблить кто-то говорит что обувку скоблили но реально это чистили полы вот так вот наверно этом и закончу немножко свой шуф как вы видите присыпал грандиозной ямы нету вот так что я суда наверное еще вернусь вот сейчас я наверное вам покажу обзор сегодняшний находок сегодня получилось классно так что пойдет ждем смотрим обзор и так ребята буду заканчивать с прощания обзор у меня за спиной я уже приготовил в общем сегодня классно отдохнули классная погода правда ветрено было вот клещай на себе по крайней мере ни одного не заметил вот пользуйтесь спреями но он все-таки помогает я делал эксперименты действительно они подыхают вот в общем сегодня побегали по старым шурфам в конце где-то часа два пошурфили ну и шурф конечно дал находок вот я сегодняшним копам доволен тем что находки в принципе не часто поднимаешь шурфа цари вот эта деревня как бы классная тем что постоянно было разнообразие но с этого шурфа в основном одни царские монеты были и это очень очень радует так что давайте я сразу вам скажу что начался у меня сезон работы выезжать на копы будут теперь реже вот ну по мере возможности так что не обессудьте я никуда не пропадаю а то некоторые говорят что я уже куда-то пропал нет у меня на ютубе 23 дня и все говорят куда пропал но это радует что скучают ну и все всем пока ребята до новых встреч не забывайте подписываться на мой канал и конечно же поддерживайте всячески лайками комментариями так что всем от души спасибо ну а сейчас находки ну вот так вот у нас получилось давайте со смурдика вот такое количество конина я накопал именно с этого шурфа вот очень много хрен знает откуда почему зачем поднять нашел вон так вот такой джетон там какая-то надпись вот сигналил цветным не знаю может просто железная круглая из-за этого он сигналил цветным вот ну не знаю посмотрю почищу будет чем интересно обязательно продемонстрирую кокарда было очень интересно белогвардейская класс вот такая вот фиговина очень часто мне попадается на копе ребят кто объяснит что это такое я предполагаю да еще кто-то мне говорил что это какие-то девчачьи игры в свое время были вот не знаю правда нет но если у кого есть информация пожалуйста напишите в комментариях а то очень часто такие фишки попадаются так дальше был вот такой силуэт большого креста вот жалко что он утраченный это нижняя часть вот но крестов сегодня получилось в изобилии крестик лепесток вот затем вот такой крестик ранние советы поздние советы не знаю какой эпохи отнести эти два креста у нас мужские нательные маленького размера бывают вообще огромные вот это 18 19 век ключик классный ключик это у нас от замков латунные которые попадаются на полях вот именно от латунного бутылочка не часто на копе можно поднять бутылку кто ходит по верхам именно на шурфах можно поднимать стекло самая первая находка это конечно же медаль это награда моя награда первая так и назову видео на моя награда первое вот в общем по царям тоже неплохо двушка царица полей высокий в принципе рельеф знаете высокий надеюсь почистится будет хороший но она какая-то я не знаю перечекан что ли такая здоровая расплющенная одна копеечка серебром год разобрать не могу копейка это николая первого копеечка сейчас тоже ничего не разглядеть но фотографию я прикреплял и вы видели как она выглядит две копеечки царские так что еще три двадцатки вот такие вот монеты вообще радует тем что они не часто попадаются на копе их всего штамповали с 30 с 31 по 34 двадцатки 43 43 класс и трешка 35 копейка зачесалась даже 68 года вот на этом и все 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 пока солнышко у нас уже села за горизонт нету его и мы будем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...